Региональная администрация в этом году запустит новый конкурс для местных предпринимателей. Речь идет о гранте губернатора Нинского округа. Деньги можно будет потратить на реализацию крупных бизнес-идей. Важные условия претендовать на поддержку из бюджета смогут лишь инвестиционные проекты стоимостью от 50 миллионов рублей. Подробности расскажем далее. От более серьезных вложений региональная администрация ожидает и большей отдачи. Если малому бизнесу в округе оказывается значительная поддержка, это и гранты на стартапы, и различные субсидии, то более крупные проекты всегда оставались без внимания. Как заявил Александр Цибульский, региону нужны предприниматели, которые будут создавать большее количество рабочих мест. Это к вопросу существующей безработицы. Мы приняли решение, что нам надо сделать пока в виде пробного такого раз в год реализовывать грант, который бы отбирался путем открытого конкурса. И это были бы проекты от 50 миллионов рублей, которые мы готовы были бы софинансировать также на грантовой основе в районе 20%. Ну, не в районе фиксированного, а 20%. Таким образом, если предприниматель заходит с проектом на 50 миллионов, то мы готовы 10 миллионов ему дать грантам. При этом софинансирование будет идти тем же ритмом, каким он финансирует свой проект. Если он вкладывает 10 миллионов, то мы со своей стороны готовы отвечать двумя. Для Анатолия Курленко, известного в округе предпринимателя, эта новость стала пищей для размышления. Говорит, именно такой, более серьезной поддержки местным бизнесменам как раз не хватало. Тех субсидий и грантов, которые уже предусмотрены для коммерсантов, недостаточно для создания, например, крупного производства или капитального строительства. Шикарная поддержка. То есть на сегодняшний день сейчас он проходит правовую основу. Но я надеюсь, что будет все нормально и данный грант утвердится и он будет жить. Будем участвовать в любом случае. Губернаторский грант не раз обсуждался с бизнес-сообществом еще на стадии разработки. Вот и на крайней комиссии по инвестиционной поддержке предпринимательства главный финансист региона Татьяна Лагвиненко озвучила порядок и условия предоставления нового гранта. Вот, например, основные критерии, на основании которых будет определяться победитель. Это срок окупаемости проекта, чистая приведенная стоимость проекта МПВ, внутренняя норма доходности при реализации проекта. Также оценивается привлечение работников из числа лиц, постоянно проживающих на территории Ниньского округа, на рабочие места, которые будут создаваться при реализации проекта. Оценивается бюджетная эффективность проекта, также оценивается отношение среднемесячной заработной платы в рамках реализации проекта к установленному прожиточному минимуму на территории Ниньского округа для трудоспособного населения. Кроме того, потенциальный получатель гранта не должен иметь просроченной задолженности по налогам и страховым взносам. Важно сказать, что если победивший в конкурсе проект потерпит неудачу, получатель гранта обязан будет возвратить выданную из бюджета сумму. Например, в случаях недостижения показателей результативности, нецелевого использования средств и ряда других отрицательных результатов. Более того, в случае нарушения порядка и условий предоставления финансовой поддержки помимо возврата самого гранта, получатель субсидии обязан вернуть еще две трети ставки рефинансирования. Добавлю, что проект уже прошел процедуру оценки регулирующего воздействия и в ближайшее время планируется принятие соответствующего постановления окружной администрации.